Вчера исполнилось 100 лет, когда Ленин внес на 8-й Всероссийский СИЭС Советов гениальный план ГУРО. Впервые в истории человечества был подготовлен документ о комплексном развитии всей страны и прежде всего энергообеспечении. До этого даже в царскую столицу Петербург уголь для электростанции возили за 3000 километров из Англии. Ленин предложил использовать максимально все возможности нашей страны для того, чтобы на основе энергетики создать мощную индустрию. Многие посмеялись над этим, потому что, по сути дела, еще не завершилась гражданская война, и все считали, что это похоже на план прожектеров. Тем не менее, этот план был не только осмыслен. Для того, чтобы он был подготовлен, советское правительство привлекло почти 200 крупнейших ученых и специалистов не только нашей страны, но и за рубежом. Перед этим в сентябре месяце приезжал в Москву Керберт Уэллс, знаменитый фантаст и великий английский писатель. Он очень хотел встретиться с Лениным и ожидал, что Ленин будет его агитировать за мировую революцию. Он был просто поражен, когда Ленин стал рассказывать о плане Гаверро, о модернизации, которая потрясет всю планету и одновременно поднимет нашу страну к высотам знаний и современной индустрии. Он сказал Ленину, похоже здесь в этом кабинете не я фантаст, а вы фантаст. Он говорит, приезжайте к нам лет через 15 и вы увидите, что программа будет точностью вся выполнена. Керберт Уэллс приехал через 14 лет после этой встречи и был в восторге. Уже была реализована первая пятилетка. Ленинский план Гаверро был досрочно выполнен. Страна семимильными шагами шла в будущее. Только за 10 предвоенных лет было создано 9 тысяч лучших на ту пору заводов. И трагический 41-й мы встретили лучшим станочным парком, самым грамотным образованным населением, самыми квалифицированными инженерами и лучшими в мире научными школами. Не случайно мы тогда изготовили на поле сражений ту технику, которая потрясла фашистский рейх, начиная от танка Т-34, Катюши БМ-13, Грабинской пушки и всего лучшего, что было. Но одновременно на поле боя сражалась выдающаяся плеяда командиров и полководцев во главе с Жуковыми, Рокоссовскими, Конями, Василевскими. Эта плеяда советских командиров доказала, что они сильнее, мужественнее и храбрее. Хочу сказать, что гениальный план ГУРО позволил советской стране первой прорваться в космос, избавиться от карточек, создать ракетно-ядерный паритет. И единая энергосистема СССР была взята в качестве образца для того, чтобы провести подобную модернизацию в Европе и даже в Америке. На основе этой системы сегодня развивает свою энергетику Китайская Народная Республика. Она стала лидером и заняла, после предательского разрушения нашей страны в 1991 году, заняла первое место как мастерская мира. Сегодня Китай уже по объему производства превосходит и Соединенные Штаты Америки. Те реформаторы, которые вместе с пьяными угаревших от ненависти и презрения к советскому строю Ельцина пришли в 1991 году, прежде всего стали задачей уничтожить единую энергосистему, единую страну, единую систему воспитания и подготовки кадров, единую общеобразовательную школу. И в этом они больше всего преуспели. Я вчера смотрел внимательно, как президент встречался с Ноуком. Ноук сегодня отвечает за развитие энергосистемы и докладывал, что вроде бы все в порядке. Никакого порядка в этой системе нет и быть не может. В силу того, что Чубайс вместе с ваученной приватизацией, залоговыми аукционами совершил еще одно невиданное преступление перед будущим страны. Он огромную единую систему разделил на 300 с лишним пусков и отдал собственность преимущество иностранному капиталу. Вместе с алюминиевой промышленностью, целым рядом других отраслей. И эта система оказалась в чужих руках и не модернизировалась. Обещали, что темпы ее модернизации будут в 2-3 раза быстрее, чем в советское время. Официально заявляю, за эти 25 лет всего 16% системы было модернизировано. Все остальное советские мощности, которые в основном уже завершили и использовали свой ресурс. Если и дальше будет модернизация продолжаться такими темпами, то аварийность будет только нарастать. Сегодня Государственный совет, хотя Единая Россия отказалась принять нашу поправку о том, что лидеры фракции должны быть в этом совете, тем не менее президент, видимо, из практических соображений принял решение. И лидеры включены. В этот совет сегодня, видимо, будет предоставлена возможность нам выступить. Я хотел особое внимание обратить на то, что под страну заложена целая серия мин, которые будут неизбежно взрываться. Вот одной из мин является воровская преступная приватизация, проведенная в 90-х, но, к сожалению, она продолжается и сегодня. Хочу обратиться официально к председателю правительства Мишустина и его заместителям, целым правительством. Вы должны рассмотреть итоги той преступной приватизации. Эти материалы лежат в Думе, они основаны на импичменте Ельцину и на тех предложениях, которые по нашей инициативе внес в Думу Степашин. Они свидетельствуют о том, что тогда было преступно разрушено 75 тысяч промышленных предприятий и разрушено почти 50 тысяч коллективных хозяйств. В результате наша страна, которая производила 20% мировой промышленной продукции, сегодня производит меньше двух. Она, по сути дела, откатилась на 12-е место в мировой иерархии, хотя президент и ставит задачу попасть в пятерку, но при этих темпах мы будем через три года 15. Я хотел, чтобы, рассмотрев итоги той приватизации, мне внятно ответили на вопрос, почему Сулуанов внес предложение под диктовку МВФ распродать последнюю собственность, которая обеспечивает стабильность, стабильность которой годится президент Путин. Сейчас на торги выставляется Росгидро, это значит гидростанции пойдут таким же образом, выставляет Совморфлот, что это такое? Ростелеком, Россети и даже продали за бесценок Массандру. Вообще такие объекты, как Массандр, так как Большой театр, Лужники или Третьяковская галерея не продаются. Те, кто допускает такую распродажу, они не меньшие преступники, чем Чубайс со всей его воровской малиной командой. Я хочу, чтобы вы официально рассмотрели наш запрос и заявление нашей фракции и президенту Центрального комитета, что продолжение той преступной приватизации это уничтожение последней экономической базы, которая может обеспечить возрождение страны и элементарную стабильность. Более того, на торги выставляются мупы и гупы. Что это такое? Вчера мы провели большой актив всей партии. На связи было почти 500 объектов. Все регионы, все крупные города и райцентры. Выступал наш мэр Новосибирска Локоть. Он справляется с текущими проблемами, но он особо подчеркнул, что в силу того, что они не стали приватизировать все, что связано с энергоснабжением внутри города, водоотведением, канализацией, мусорным производством и всем остальным. Дикое управление. Да, все системы управления и обеспечения. Они в своих руках оставили, в муниципальных руках и аптечное хозяйство. В результате у них воду, воду можно пить из-под крана. Все это хозяйство рентабельно. Более того, в Новосибирске рентабельно и метро. Но это дает приличный доход. В сумме от новой приватизации страна может потерять только дивидендами почти 1 триллион рублей. В крупнейшем городе, который является третьей по численности, мэр официально заявляет, что это невозможно продавать и распродавать, ты тогда ничем не управляешь. Первая попытка распродажи была в свое время в Краснодаре. Мэра города Приза и руководителя профсоюза Кирюшина тогда под надуманным предлогом арестовали и посадили в тюрьму. Почему? Потому что местная воровская, чубасовская мафия очень хотела захапать всю эту собственность в Краснодаре. Захапали. Они отсидели полгода. Мы их вытащили оттуда. Все дело уголовное развалилось. Но оно было составлено абсолютно под надуманным предлогом, чтобы убрать тех, кто не давал распродавать, и захапать эту собственность. Вот сегодня это решение правительства открывает новые ворота для разрушения не только местной муниципальной собственности. Оно просто ликвидирует нормальное управление в стране. Я сегодня официально обращусь на госсовете к президенту, что это совершенно недопустимо. Надо немедленно принять решение и вернуть эту собственность государству. Никакой приватизации мупов и гупов. Энергосистема единой страны должна быть национализирована и подготовлен новый план ГУРО, который позволит на основе государственных инвестиций и вместе, пожалуйста, и с частным партнерством отремонтировать эту систему. В противном случае мина износа оборудования и дальше будет взрываться на более ускоренными темпами. Уже взорвалась мина в Норильске. Эта дыра Ирана стоит почти 60 миллиардов рублей. Но этот удар по природе будут лечить минимум 50 лет. Для нас опыт ГУРО, опыт ленинско-сталинской модернизации, опыт поднятия страны к высотам космоса должен сегодня быть путеводной звездой для того, чтобы вытащить страну из кризиса. Дальнейшее проведение приватизации по Чубайсу является вызовом всем граждан страны. Поэтому призываю все народно-патриотические силы возвысить свой голос против нового этапа воровской и разрушительной приватизации, который делается господином Сулуановым под диктовку МВР. Я надеюсь, что президент и правительство нас услышат.